Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вести в виду, но в расписании не всегда стоит. Цепочка наша, те, кто недавно подсоединился к нам, состоит из нескольких частей. Первая часть была просто рассказ о функции «если». Второй частью, во второй части мы говорили о том, что делать, если у нас много условий, как их связывать между собой, то есть если с логическими связками. По этим двум частям у нас уже есть выложены видео. Первое видео вы можете увидеть прямо вот на страничке меня как преподавателя на сайте, а второе видео где-то там в Ютубе лежит. Но на нашем сайте можете все равно их найти, ссылочки. Дальше, третья часть. Мы говорили о том, как вкладываются «если» в «если», сколько у них возможностей, какие вариации есть. И сегодня мы говорим о том, что такое функция «если» вместе с функциями категории «ссылки массивы». Что мы будем сегодня рассматривать? Ну, во-первых, в категории «ссылки массивы» есть несколько функций, которые в основном обрабатывают какие-то внешние массивы. Функции наверняка многим знакомые, такие как VPR или VLOOKUP, если это английская версия. Поиск позиций с индексом не всем знакомые, но те, кто там, допустим, после третьего нашего уровня, нам наверняка знакомые. Основу покажу, что это за функции, когда они используются и как можно с ними работать, если у нас, допустим, еще и условия какое-то ставится дополнительно. Потом поговорим о функции «дв ссыл» и «адрес», которые могут формировать ссылки на ячейки по каким-то критериям. То есть не просто мы пошли и щелкнули в ячейку, а сформировали по условиям эти адреса. И опять же, что можно делать вместе с функциями «если». И сначала мы в нашем с вами файле, с которым мы работаем, посмотрим на примеры использования функций VPR и индекс и поиск позиций. Итак, вверху у нас есть некий источник данных, из которого нам нужно какую-то информацию взять. Например, если мне нужны данные только по какому-то городу и из конкретного какого-то столбца, например, мне нужны данные за третий квартал 2014 года по Ростову-на-Дону, мы можем воспользоваться функцией VPR. ВПР или вертикальный просмотр. Что она делает? Она ищет вот этот город вот в этом списке, находит его позицию, а затем из указанного нами столбца, например, вот из этого, забирает информацию. Как эта формула выглядеть будет в данной задаче? Значит, функция VPR, искомым значением будет регион. Так, город там был, конечно. Ростов-на-Дону. Дальше. Точка запятой, переход к следующему аргументу. Источником является вот эта вся таблица. Когда мы работаем с VPR, мы выделяем частичку нашего листа. Обычно правило такое, выделили, сразу зафиксировать нужно. Неважно, собираетесь копировать или нет. То есть здесь на автомате просто должно идти. Клавиши F4 зафиксировали. Теперь точка с запятой. Третьим аргументом является номер столбца, где находится наша информация. И пока я его считаю вручную. То есть мне нужен третий квартал 2014 года. Это вот этот столбец. Считаю. Первый, второй, третий, четвертый. То есть мне нужен четвертый столбец. Поэтому ставлю вручную четверку. И последний аргумент VPR – это интервальный просмотр или точность поиска. Здесь два варианта. Либо ноль, либо единица. Ноль – это ложь. Это значит, мы организуем точный поиск. Вот написано «Ростов-на-дону» через стерешку. Ищем именно его. Написано «Ростов-на-дону» через пробел минус пробел. Будем искать именно вот эту позицию. Не найдем, значит, будет ошибка. Решетка МД – нет данных. Но так как у меня заранее все подготовлено, списки идентичные, поэтому я ставлю ложь ноль. Пусть ищет точно. Да. Елена Владимировна, такой вопрос. Если мы сейчас поставим единицу, и будем хотеть, чтобы «Ростов-на-дону» через минус, либо через минус подчеркивание, это имеем в виду, а он возьмет и, например, найдет нам данные по городу «Ростов», он… Не найдет. Насколько близко он считает. Не найдет. Значит, сейчас покажу, расскажу. Значит, смотрите. Ложь – это точно. Истина – это приближенно. Приближенно, смотрите, как он работает. Приближенно в меньшую сторону. То есть что это значит? Вот он смотрит по этому столбцу сверху вниз и начинает проверять, что больше, что меньше. «Ростов-на-дону» больше, чем «Москва». Вот это обычно в шок вводит, потому что что такое больше, чем «Москва»? «Москва» же у нас главный город, да? Здесь по алфавиту идет. Значит, «М» и «Р». «Р» ниже, значит, «Ростов» больше. Идем дальше. «ОПРС» – «Ростов» меньше, чем «Санкт-Петербург». Меньше, чем «Санкт-Петербург». Это неважно. Вот он по-первыхому ищет. Вот здесь. Меньше, чем «Санкт-Петербург». И единица ВПРу говорит, «Как только ты встретил первое больше, остановись». Ниже вообще искать не надо, потому что при установленной единице мы должны были этот столбец отсортировать по алфавиту. Если сортировки сначала отсортировать, да, да, да. То есть если вы поставили единицу, вам нужно, чтобы вот этот столбик был отсортирован. Вот. Соответственно, как только он нашел первое большее, остановился, вернулся к предыдущему. Вот. А на то, что там будет написано «Ростов» или «Ростов пробел минус пробел», да, вот там нужно будет смотреть. Получилось. Попробую единицу подставить, он все равно «Ростов на данный» ищет. Ищет. Странно. Сейчас посмотрим. Если вместо четверки подставить один… Не, не, не вместо четверки, вместо нуля. Знаю, знаю. А, вы имеете в виду, все. Чтобы сразу понять, что за название «Ростов». Давайте, давайте попробуем. Давайте попробуем сломать. Единицу. Мозг сломать. Так, хоп. Хоп и все равно нашел. Содержит Санкт-Петербург. Содержит Санкт-Петербург. Так. Содержит Санкт-Петербург. В общем, здесь надо экспериментировать. То есть смысл сейчас моей задачи был в чем? Чтобы вам напомнить, что такое ВПР, и обратить внимание на то, что мы сейчас номер столбца с вами вот этот вот определяли вручную. Но если большая таблица, каждый раз это вручную определять не очень хочется. Тем более, если у нас вот эта вот информация может время от времени меняться. То есть вот я сейчас поменяла другой квартал, другой год. Это значит, мне нужно определить другой столбец и снова пересчитать. Так вот. В категории ссылки и массивы есть функция, которая по названию может найти место положения этой ячейки в массиве. То есть смотрите, если я скажу, мне нужно, допустим, сейчас вот это скопируем. Мне нужно найти позицию первого квартала 2015 года вот в этом диапазоне. Функция называется, еще раз, поиск POS. Поищу позицию вот этого значения, где? Там, где все наши квартальные даны. Это вот этот диапазончик. Вот этот вот. И дальше нам нужно сказать, а с какой точностью? То есть что ищем, где ищем и как точно? Точность у нас с вами, как у ВПРа, ноль, точно. Единица приближенная меньше, если в данном случае диапазон отсортирован по возрастанию. А минус единица – это приближенная больше, если столбец отсортирован по убыванию, то есть в обратном порядке. Нам нужно точное значение, поэтому снова ставлю ноль. И в данном случае он мне говорит, ваше значение вот в этом диапазоне, пятое. Но если применительно к нашему ВПРу, так как в ВПРе мы выделяли вместе с первым столбцом, то вот здесь мне нужно было выделить чуть-чуть побольше, вот так, всю шапку моей таблицы. И тогда он скажет, что в вашей таблице этот столбец – шестой. То есть вот на это нужно обращать внимание. Так вот, смотрите. Если я что-то похожее напишу в нашем ВПРе вместо вот этой четверки. Попробуем? Итак, номер столбца. Номер столбца. Вот вместо четверки я пишу поиск позиции. Назвали позицию. И вот здесь вопрос. У меня в исходнике четвертый квартал, да, и 2015 год отдельно, а в моем источнике это первый квартал, пробел и год. То есть вот эти вот исходные ячейки мы можем склеить, сцепить для того, чтобы найти полный вариант решения. Как это делается? Берется первый источник. В названии у нас стоит сначала квартал, поэтому я беру ячейку. В14. Значок амперсанта знаком. Амперсант – это сцепка, склейка. То есть к четвертому кварталу я приклеиваю что? Пробел. Сначала пробел, потому что после В стоит пробел, потом двоечка. Значит, пробел обязательно пишется как текстовая постоянная в кавычках. Кавычка, пробел, кавычка. И к пробелу еще раз амперсантом я доклеиваю вот эту ячейку с годом. Так, значит, тем самым я ему сказала, найди мне четвертый квартал 2015 года. Это аргумент, который мы ищем. Дальше нужно сказать, в каком массиве, где. Точка с запятой. В шапке моей таблицы. Так, в шапке моей таблицы. И дальше вопрос. Тип сопоставления. А как точно будем искать? Ну и снова ноль. Да, здесь чаще в нули. Скобочку закрываю. Завершаю формулу. Ну и мое значение Ростов-на-Дону. Четвертый квартал, 15 год. Вот он. Если я теперь буду менять квартальные значения, год менять, видно? Все пересчитывается. То есть функция ВПР у меня через поиск позицию подхватила нужный город и нужный диапазон. Да. Это английская раскладка shift-семерка. Shift-семерочка. Английская раскладка. Ага. Поставили? Так. Мария, хорошо, вопрос ваш поняла. Смотрите. Мария нас просит открыть окошко аргументов вот этого. Чтобы было понятно, что где ищем, чего пишем. Смотрите, когда вы работаете с вложенными функциями, это окошко не очень удобно использовать. Потому что ВПР написали, ну да, чтобы включить вот этот поиск позиции, вам придется здесь писать вот так вот. Поиск, поиск, позы, открывать, открывать скобку, потом только в нее входить и только потом писать вот эти условия. К сожалению, надо, если вы уже сюда входите, нужно переучивать себя на то, чтобы писать формулы вручную. Потому что так последовательно проще. Все подсказки, они, вот они у вас. Вот. Искомое значение. Вот оно. Вот это у нас с вами таблица, из которой мы берем данные. Вот она. Дальше, что у нас здесь идет. Вот это у нас с вами номер столбца. Ну и это интервальный просмотр. Да, это высший пилотаж, это точно. Нужно переходить уже к нему. Итак, здесь по ВПРу все понятно. То есть обычный ВПР с помощью поиска позиций превращается не совсем обычный. Мы перестаем вручную высчитывать номер столбика. И это уже здорово. Теперь, что получится у нас, если вдруг в этом диапазоне вот это значение будет находиться за всеми квартальными. Справа. ВПР работать уже не будет. Помните, да? ВПР всегда смотрит слева направо. Слева критерии, справа данные. Если критерии вот здесь и вот сюда пошли данные, он не сможет работать. И обычно перетаскивают, копируют. Говорят, здесь все равно ВПРом буду пользоваться. Вот. На самом деле в этом случае достаточно выбрать другую функцию. Функция под названием индекс. Нам поможет в этом случае. Что для этого нам нужно? Вот смотрите. Если мне нужно взять, допустим, где-то у нас пятерочка. Вот это вот значение. Я должна определить. Вот в этом диапазоне мое значение находится в какой строке. То есть какая строчка вот эта. И в каком по счету столбце. И на пересечении он будет забирать данные. Это и есть функция индекс. Мы говорим, вот тебе массив. Вот эта строка нужна. И вот этот столбец. Оттуда забери данные. Строчку мы с вами уже, вернее, столбец уже научились вычитать. Вычитать. Это наше вот это поиск позиции. Вот она. А строка точно так же определяется. Мы ищем вот этот город вот в этом диапазоне. То есть смотрите. Номер столбца мы с вами определили. Вот он. Поиск позиции вот этой вот ачейки. Так, где она? B14 у нас. Вот этой вот ачейки. Склеенной через пробел. А, то есть наоборот. Да. Вот этой вот с этим склеенной. Вот в этом диапазоне. Только, да. Здесь я... Значит, что сделала? Я сделала выделение не всей таблицы, а вот только квартальных данных. Объясню, почему потом. Дальше. Номер строки. Давайте все вместе посчитаем. Тут рассчитано, если что. Захотите вспомнить. Считается она через функцию поиск позиции. Ищем позицию нашего города. И ачейки B15. Где? Где находятся все города? И здесь я только диапазон с городами выделю. Хотя можно было и с заголовком. Но пока вот так. B2 и B10. И с какой точностью? Снова с ноликом. Вот получается восьмая строка. То есть мне сейчас нужны данные первой строки и восьмого столбца. А данные нам эти будет показывать функция INDEX. Пишу. Равно INDEX. Первый аргумент у этой функции является массив. Массив исходных данных. Сейчас смотрите, какая будет ситуация. Мы привыкли выделять вот так. Весь. Но вспомните, как я столбики считала. Я столбики считала, начиная вот отсюда. А строчки вот отсюда. Поэтому если я выделю вот так, у меня значение будет взято по Волгограду. Поэтому я сейчас диапазон данных выделяю вот так. То есть только квартальные данные, только данные по городам. Числовые значения. Ну и опять же, можно зафиксировать сразу. По привычке, что диапазон один для всех. Точка с запятой. Вторым аргументом у этой функции является номер строки. Мы его просчитали. Он у меня восьмой. Можно сослаться на ячейку. Еще раз точка с запятой. Последний аргумент называется номер столбца. Мы его тоже просчитали. Это первый столбец в этом диапазоне. То есть единичка вот это. Вот оно, значение. Вот это пятерочка. Итак, индекс. Показать массив. Показать, как просчитывается строка, столбец. И на пересечении он эти данные заберет. И все, что мы делали раньше. Изменение квартала, изменение года, изменение города. И все будет пересчитываться. И если у нас города будут находиться справа, ему все равно. Потому что мы как считали строку? По конкретному диапазону со всеми городами. А где они находятся? Слева, справа? Не важно. Идейка понятная? То есть если ВПР не работает, можно подключить функцию индекс. Итак, значит, мы с вами посмотрели, что такое функции ВПР, поиск позиции и индекс. То есть как с ними обычно работают. Когда вот к этим позициям можно подключить если? Вот, сразу вам раскрываю секрет. Что-то не так? Все, что-то, что-то. А, все, спасибо, да, спасибо. Спасибо. Итак, раскрываю секрет. Задачка, которую мы сейчас с вами будем решать, она здесь появилась не случайно. Она пришла от какого-то слушателя у меня. Ну, я, конечно, переделала немножко позиции, да, чтобы информацию сохранить в секрете. Но идея, она именно такая была. Вот смотрите. Есть некая таблица с данными. Вот она. То есть по каким-то кодам, по каким-то параметрам проставлены значения. Ну, там что-то было типа код операции и какая-то причина. Там были заявки на ремонт. Что-то такое было. И по параметрам все было расписано. Были написаны вот эти вот плюсики. Правда, вместо плюсиков слова «да» было написано. То есть вот «да», это причина была, это заявочка и так далее. И затем нужно было по конкретным кодам вывести значения. То есть, в принципе, это обычная ВПР-ка. Взять код, поискать его вот здесь и нужные данные вытащить. Но, если мы будем просто ВПР-ом пользоваться, вот эти пустые чеки, они у нас в нули вылезут. Вот, давайте попробуем. Прямо вот на примере вот этого. Обнулим. Итак. Значит, встаем в ячейку и пишем равно вату. ВПР. Итак. Стали в ячейку и пишем равно ВПР. Равно ВПР. Что у нас является искомым значением? О2. К1. Значит, смотрите, формулу я пишу сразу для всего диапазона, поэтому нужно про фиксацию вспомнить. Столбик с кодами. Ячейку фиксируем по столбцу, как доллар О2. Со строками будем фиксировать по строке, как П доллар 1. В курсе все про смешанные ссылки? Не все. На второй уровень к нам приходите, там расскажут. Итак. Да. Значит, О2 щелкнули. Клавиши F4 несколько раз нажимаем, пока не увидите в ячейке доллар О2. Доллар О2 говорит о том, что все ваши коды, они находятся в столбце О, поэтому О фиксировано, а строчки разные. Меняться будут. Доллар О2. Далее. Ставим точку с запятой. Второй аргумент. Таблица называется. Таблица, откуда берем данные? Начиная с ячейки B1 и заканчивая вот этой ячейкой G20. Почему А не берем? Потому что ВПР всегда ищет код по первому столбцу. Если вы видите с номером, он скажет, я там ничего не нашел и вести ошибки буду. Итак, с кода начали выделять до конца и сразу F4, то есть зафиксировали ссылочку. Далее, точка с запятой. Номер столбца. Вот если бы я писала отдельно для первого параметра, я бы сказала 2. Для второго 3. Но я хочу формулу написать одну для всех, поэтому наша функция поиск позиции. То есть включаем поиск позиции. Номер столбца будет определяться по его названию. То есть вот эту ячейку мы будем искать в строке заголовков. Итак, ищем P1. Строка заголовков, значит, ячейку фиксируем как P$1. По строчке, по единичке. Точка с запятой. P$1. С помощью F4. Ну, первая строчка у нас, шапка. Значит, перед единицей. Да, 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 чтобы всегда единичка была. В каком массиве будем искать? Смотрите вот на этот диапазон. В этом диапазоне строка заголовков вот она. С B1 по G1. Его выделяем и фиксируем полностью, чтобы ни вниз, ни вправо он у нас не съехал. Точка с запятой. Тип сопоставления у нас точность поиска 0, поэтому ставим 0. Давайте как еще раз, да, посмотрим. Поиск позиции. Поискали название столбца среди всех названий, фиксированных с точностью 0. И смотрите, сейчас, когда мы с вами закроем скобочку для поиска позиции, здесь очень часто от радости сразу закрывают ВПР. Говорят, все, я наконец-то закончил. На самом деле, возврат к ВПР говорит, у вас там еще один аргументик не написан. Если мы его не напишем, он поставит по умолчанию единицу и будет проверять сортировку. Не факт, что она у вас выполнена, поэтому 0 обязательно. Итак, после... ой, вот это я промахнулась. Так, точка с запятой 0. Я сейчас еще раз восстановлю. Значит, ВПР мы ищем код, фиксированный по столбцу, где вот в этом диапазоне, фиксированном полностью, номер столбца определяет позиция поиск поз, название столбика, фиксированное по строке, среди всех названий исходной таблицы, фиксированная полностью с точностью 0. И закрываем скобочку, точка с запятой, еще раз нолик, это интервальный просмотр для ВПР. Дальше нам нужно раскопировать эту табличку с формулами. Копирование можно проводить разными способами. Я предлагаю так. Выделить вот этот диапазон и нажать на Ctrl, D, R. D, да, он вниз, R, right, вправо. Ну, или просто маркером скопировать сначала вправо, потом вниз. Ctrl, D, Ctrl, R. Видно, что получилось? Нолики вывезли. Да, 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 да. Да, код там выделяем тоже все правильно. Ctrl, D, R. Диапазон выделен. Ctrl, D, да, он вниз, Ctrl, R, right, вправо. Все, фантастика пошла. Она же к нам не входила на курс и знала. Так. F2 и Ctrl, Enter может быть там. Значит, смотрите. Нолики нам убрать. Как вы думаете, вот что бы сделали здесь? Тут можно просто перевесить функцию если и написать, что если там нолик, то кавычки пробелок. Да, да, да. Вот это только без пробелов, просто кавычки. А, ну, да. А если нет? То есть если ноль, то пусто, а если нет? А если нет, то вот эту ВПРку туда. То есть смотрите, какая получается формула. Да. Если вот это ВПР нам дает ноль, то есть равно значение нулю, то мы заменяем его на пустоту. А иначе мы это значение выдаем. То есть эту ВПРку еще раз нужно будет прописать. Но мы умные, мы скопируем. Согласны? Итак, значит, мы добавляем сюда перед ВПРом функцию если. Итак, если наше значение вот этого ВПРка равна нулю. Простяк, а не должен был? Нет, не должен был. У вас получилось на D? Да. Сейчас посмотрим. Итак, если это ВПР равна нулю, то точка с запятой мы ставим просто две кавычки. Смотрите, две кавычки – это текстовая пустота. Если вы поставите пробел, вы себе много лишних проблем. Между кавычками не надо пробел, потому что две кавычки – это пустая ячейка, полностью пустая. А кавычка, пробел, кавычка – это визуально пустая. То есть она видится как пустая. На самом деле она заполненная символом пробел. И если вы будете потом пустоты как-то искать, он скажет, там, не пустые ячейки. Они не пустые. То есть две кавычки как пустоту. А... Нет, никогда. С пробелами очень аккуратно. Итак, а иначе точка с запятой. И вы вот эту вот ВПР-ку просто копируете и вот сюда вставляете. То есть а иначе наша ВПР. И Ctrl-Enter быстренько сейчас, если диапазон был выделен, обновить нашу кавычку. ВПР-ку просто копируете. Еще по-кавычке. А, да. А, да. А, информация. А, вот это. А, ан wig rests Aíне. А, она сделала. А, también. А, я не согласился. Спасибо. 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 Мы вот во второй табличке ниже которого ставили формулу убрали если. Убрали если. После если у нас идет индекс. Там после из hang все равно нулю, видите? Но все равно нулю все, что там дальше тоже идет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Или те коды ваших отделов и так далее. То есть только то, что нужно вам. Итак, давайте посмотрим еще раз на вот эту функцию индекс. Что у нас получается? Индекс из исходного диапазона с А1 по Г20. У индекса можно взять всю таблицу. Не обязательно с кода, а можно и с номером, потому что ему все равно, в каком столбце данные находятся. Теперь номер строки показывает нам функция поиск позиции. Ищет она... За строчку что отвечает? Код. Согласны? То есть ищет код, где... В исходную таблицу посмотрите. Столбик B1, B20 – это столбец со всеми кодами, которые есть в таблице. То есть конкретный код среди всех кодов ищет. Прям даже с заголовком. С заголовком, да, можно брать. И с точностью 0, то есть со стопроцентным совпадением. Это у нас номер строки. Теперь номер столбца определяется по названию столбика. Это у нас первый, второй параметр и так далее. Где? В исходной таблице с А1 по Г1 – это шапка нашей таблицы. Увидели? То есть конкретное имя столбца среди всех названий столбцов. Тем самым мы определяем номер столбика. Ну и, соответственно, индекс что делает? Вот из этого массива берет данные на пересечение этой строки и этого столбца. Поэтому мы получили с вами вот такие значения. Ну, а то, что с нулями делать, мы с вами уже умеем. Впереди дописываем если. Если вот этот индекс равен нулю, то две кавычки. Иначе этот же индекс подставляем. Да, это про эти нули. То, что мы стерли, это как раз про эти нули и было. То есть впереди равно если. Если наш вот этот индекс равен нулю, то две кавычки. Иначе мы вот этот индекс берем, копируем и подставляем без нуля. В смысле без равно нулю. И там в конце три скобочки должно быть. Помните, как определить, какая скобка последняя? Первая и последняя, да, черные должны быть. Если у вас последняя цветная, значит, вы недозакрывали. Или перезакрывали, если черная уже где-то впереди была. То есть он говорит, все, вы уже там лишнее наставляете. То есть первое и последнее черные. Завершаем формулу. Копируем ее на весь диапазон. И получаем опять же вот эти плюсики, но без нулей. Зачем два индекса? Да, два поиска. А два поиска? Значит, смотрите еще раз. Вот этот поиск, он определяет по коду номер строки. А вот этот поиск определяет по названию столбика номер столбца. То есть это два аргумента разных. У ВПРа только номер столбика определяется. У поиска позиции есть строка, и столбец определяется через поиск позиции. В данном случае. Но зато, опять же, у индекса плюс в том, что ему не важно. Код слева, код справа. Сверху, снизу и так далее. Так, давайте сохранимся. И перейдем к следующей задачке. Сейчас ужас придете на формулу, посмотрев. Если вариант два. Опять из той же серии, от того же слушателя. Он говорит, ну ладно, вот с одним параметром мы разобрались. С плюсиками. А если у меня по этим пяти параметрам две колонки. Ну там, допустим, заявка была, мы ее обработали или не обработали. И мне нужно в итоговой таблице по моим кодам разобраться. И что вывести? Если в первой части таблицы стоит плюсик, то покажи плюс. То есть на остальное не смотри. Если первая ячейка пустая, посмотри на вторую. И подтяни нет, и второй. Ну а если обе пустые, соответственно, поставь пусто. Очень хочется узнать, как вот жизненный пример. Это что? Он системный администратор. Да ничего подобное. Обычный менеджер. Обычный менеджер, который там сидит, обрабатывает вот то, что там у него эти системы. Это у него поступление, заявочки, да? Да. А вот там где нет, это работает. Не отработал. Да, 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 да. Ну там, конечно, другие значения были. Там какие-то числовые данные были. А вот он в четвертом параметре заявку не получил, но уже не обработал. Да. Молодец. Это я наугад наставила. То есть это уже мой косяк. Мой косяк. Значит, итак, что делать? Давайте на эту формулу глянем, просто глянем пока. Писать не заставлю, просто саму идею. Итак, посмотрите, пожалуйста, еще раз на задачу. По нашему коду. Если в первой части таблицы, то есть если в столбиках 2, 3, 4, 5, 6 стоит плюсик, то этот плюсик покажи. Иначе посмотри на второй кусочек. Вот на этот. Соответственно, там какой-то 7, 8, 9, 10, например, столбец. Если там стоит нет, ну то есть в смысле если она не пустая, то покажи ее. А иначе покажи пустоту. То есть вот так. Если в если. Если первое слово выполняется, бери отсюда. Если второе выполняется, бери оттуда. А иначе ничего не бери. Это вот из прошлого занятия «если в если». Из прошлого семинара. Идейка. Теперь вот эта громоздкая формула, она на самом деле ничего страшного из себя не представляет. Смотрите, вот эта ВПРка, она что делает? Она берет вот этот код, ищет его в столбике, вернее, вот в этой таблице. Ну, ВПРка, да? Вот в этой таблице. А вот этот поиск позиций определяет номер столбца по названию параметра. То есть первый параметр, это там второй столбец в таблице. Это то, что мы только что уже писали. И дальше он говорит, если это ВПР равно нулю, то есть если в первом блоке пусто, что делать? Идем во второй столбец, во второй блок. А второй блок, смотрите, как определяется, интересно. Номер столбца определяется точно так же, в плюс 5. Почему в плюс 5? Потому что первое от следующего первого отличается на сколько? Второй, третий, четвертый, пятый, следующий, то есть на 5 как раз позиции. Поэтому в плюс 5 ушло. Что, непонятно? Ну, короче, там какое-то смещение. Смещение, не смещение на 5. Вот смотрите, еще раз. Вот это первое, на следующий первое, как? Так, смещение на раз, два, три, четыре, на пять столбцов. Вот это и заложено. Вот в этом, да, вот в этом кусочке, где плюс 5 стоит. В номер столбца мы вписываем после всех вот этих вот инсинуаций плюс 5. Да, то есть ты поищи первый параметр, он определяет второй столбец, а теперь в плюс 5, то есть иди в седьмой. Первый параметр во втором блоке – это седьмой столбец получается. Почему именно так хитро поступили? Нельзя, чтобы он искал первый параметр во всей этой огромной таблице, потому что у него голова закипят их два. Да, их два. То есть ВПР точно так же, как поиск позиции, может искать только первое встречное, а первое встречное – это второй столбец. А нам нужно седьмой. Вот мы эту плюс пятерочку и поставили. Такие вещи тоже можно делать в своих вот работах. Итак, давайте еще раз. Если наша ВПР по первому блоку даст ноль, пусто, то иди во второй блок, в первый столбец, ну то есть в седьмой столбик. Иначе… Иначе что? Верно, да. Да, все правильно. То есть если ты нашел пустоту вот здесь и нашел пустоту вот здесь, то оставь пустоту, а иначе выведи это значение или это значение. То есть про приоритетности плюс, потом минус, потом пустота. А идем мы с вами наоборот от обратного. Если и там, и там пусто, то пусто. Иначе забери из первого, а потом забери из второго. Вот такая вариация. Вот. Рассказала? Если хотите это проверить, можете дома порепетировать. То есть формула у вас есть. Хорошо? То есть я не буду заставлять вас это все писать. Если, конечно, у вас нет желания, помучите себя. Я так думаю, вы потом оптимизируете научиться вот это вот. Конечно. Конечно. Вот. То есть это мы с вами посмотрели, как внутри ВПРа и индекса можно использовать, вместе с ними можно использовать функцию если. Обычно ее использовать тогда, когда он вот это вот вместо пустоты ноль вытаскивает, или там, ну, если ошибка, вы научитесь бороться, да, там есть функция, если ошибка. А вот если он вытаскивает, ну, не то, что хотели. Вот вы ему говорите, если вот это значение, то ты сделай так, а иначе сделай по-другому. Все. Теперь мы переходим к следующим функциям из той же категории ссылки массивы, которые позволяют формировать адрес ячейки. По ее характеристикам. То есть, значит, например, нам нужны данные из ячейки D9. Почему из D9? Я просто ее сама определила. Значит, чтобы не ходить в эту ячейку D9, можно сделать так. Написать ее имя. Ну, то есть, вот, вручную написали на английской раскладочке, где бы она у нас была. Ага, русская. Написали D и поставили девяточку. Это текст, похожий на адрес, визуально похожий. Вот. На третьем уровне у нас рассматривают функцию, которая может текст превратить в адрес ячейки. Эта функция называется dv-сыл. Индирект в английской версии. Так вот, если мы возьмем и к этой ячейке применим функцию dv-сыл, он этот текст превратит адрес, сходит в ячейку и скажет, а там значение единичка. То есть, фактически, вы адреса нужных ячеек можете писать руками. А потом через эту функцию можете оттуда данные забирать. Но сейчас у нас что? Мы писали это все четко. Столбик d, ячейка d9. Единица – это значение, которое находится в ячейке d9. Это значение оттуда. Вот. Вариант номер 2. Смотрите, если, допустим, мне нужен конкретный столбец, но номер строки будет меняться, или номер строки одинаковый, Ростов-на-Дону, но столбцы будут меняться, тогда мы можем вот эту формулу, которую написали руками, маленько подшаманить, так сказать. Каким образом? Давайте попробуем прописать формулу, которая будет определять в столбике d ячейку по названию города. Название города будем брать вот отсюда. Итак, идейка есть? Да, это поиск позиции. А что нам надо сначала? Доллар, да, написать? Да? А сейчас давайте сначала определим номер строки, а потом уже допишем. Поиск позиции. Поиск позиции. Мы ищем, какую строчку занимает в нашем диапазоне Ростов-на-Дону. Поиск позиции. Искромный текст. В ячейке. В B14. Текст для поиска. Можно взять прям с B1. Вот. А вот здесь как раз и проблема. Смотрите. Не-не-не-не-не-не-не. Нам нужны сейчас данные по ВПР. ВПР. Он затащит данные из первого же столбика. Вот. Мы немножко сейчас другим путем идем. Простая ВПР, конечно, по названию города, из третьего столбца, скажет, да, забирай все. А нам нужно сделать так, чтобы он сам этот адрес искал. Да, 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 да. Итак, мы ищем Ростов-на-Дону, где? Здесь подход такой. Можно выделять с B1, можно выделять с B2. От того, что вы сейчас выделите, зависит то, как мы будем потом выделять диапазон. Но, смотрите, мы сейчас с вами формируем адрес ячейки на листе, поэтому здесь выбора нет. Для ВПРа выбор есть. В данном случае выбора нет. Мы ищем данные на листе, поэтому с первой ячейки листа и выделяем. То есть вот прям с B1 можно весь столбик выделить, чтобы не промыть. Да. D9 же адрес ячейки листа. Значит, строчка у нас должна быть не 8-я между Москвой и Ростовом, а 9-я. Итак, выделили весь столбец B. Ну и точность поиска у нас. Мы, если копировать не собираетесь, не надо. Можно зафиксировать. Итак, ищем B14, столбики B. С точностью 0. Нет данных? Так, у кого? А, нет, не B1, а в отелском университете. Итак, смотрите, мы номер строки определили. Теперь мы должны к этому номеру строки дописать имя столбца, буковку D. Это обычный текст. То есть мы перед нашим поиском в кавычках ставим буковку D. И помните, сегодня уже использовали амперсант. Приклеиваем эту буковку D к нашей девяточке. D в кавычках, потому что константа. Значоком shift 7 на английской раскладке. И приклеили нашу девяточку. Вот. Чем этот вариант лучше предыдущего? Мы будем менять в ячейке B14 название города, а он будет пересчитывать номер ячейки. И, соответственно, если впереди мы поставим еще D в ссылку, ну, или так, в соседней ячейке. D в ссылку на ячейку. Он будет забирать данные оттуда. Получили? То есть мы можем определять номер строки через поиск позиций. Но столбец пока константу взяли. Давайте эту текстовочку скопируем. Только обязательно через строку формул, чтобы не было у нас сдвига вниз. И встаньте ниже. То есть то же самое, просто скопируете через строку формул. Смотрите, еще раз. D3, потому что я уже город поменяла. Вернула Ростов-на-Дону обратно. Итак, что делать, если у меня еще и столбец будет меняться? Тогда нужно просчитать, просчитать, а в каком столбце. И вот здесь у нас будет маленькая проблемка. Функция, которую мы сейчас будем рассматривать, она может определить по числу имя столбика, а иначе мы с ним никак связаться не сможем. Итак, смотрите, что делаем. Есть функция под названием адрес. Функция адрес делает следующее. Это я фактически третий уровень Excel рассказываю, там некоторые вещи. Значит, смотрите, номер строки. Номер строки, допустим, мне нужен четвертый. Это я так наугад сейчас ставлю. Номер столбца, допустим, нужен третий. Номер строки четвертый, номер столбца третий. Это я сейчас наугад просто накидываю. Тип ссылки, тип фиксации. Допустим, абсолютная ссылочка, единичка. Стиль. Их два, R1C1 и A1. Это зависит от названия столбиков. Если столбики буквами, то стиль A1. Если цифрами, то R1C1. У нас A1 или, опять же, единичка. А имя листа я пока не ставлю, потому что мне нужны данные с текущего листа. То есть вот этот аргумент я не ставлю. Смотрите, что он мне сделал. Он мне написал, что ваша ячейка – это ячейка C4. То есть третий столбец, четвертая строка. То есть вот так, если бы я еще номер столбика для моей ячейки D9 определила через цифровое значение, я могла бы через адрес это имя прописать. Дайте попробуем. Итак, в нашу формулу, в последнюю, вместо D и вот этого амперсанда мы пишем адрес. Поиск позиций не стирать, чтобы заново не писать. Адрес. Дописали. Итак, смотрите на подсказочки. Номер строки – это наша поиск позиций. Мы ее просчитали. Девяточку вывели. Дальше номер столбца. Давайте поставим точку запятой. Что у нас отвечает за номер столбца? Ячейка, где написано второй квартал 2014 года. Эта ячейка у нас с вами B… Вы просто надеялись, что она автоматически спасает. Нет. Не посчитает. Мы еще раз применяем функцию поиск позиций. Поищи позицию вот этой ячейки B13. Где? Вопрос. С B1 или с A1? С B1, наверное. Мы считаем номер столбца на листе или в диапазоне? На листе. Значит, всю первую строчку выделяете. Это очень важно. К этому нужно просто прийти. Мы ищем адрес ячейки D9 на листе. Поэтому и номер столбца мы определяем на листе. Строку заголовков выделили. Точность поиска нолик. Итак, это был номер строки. Вот это поиск позиций номер столбца. Дальше. Мне нужны данные текущего листа, поэтому я адрес закрываю. То есть пусть все остальное будет по умолчанию. И вы сейчас увидите адрес $D, $9. Так. Фокус не получился. Так, Кир был. Ваутик. Так, первое. Начинаем искать. Бост позиции B14. А вот здесь не B14, а B13. Ваутик. Ваутик. Имя столбца. Ага. Жмите. Угу. Ура. Так. А то, что доллар стоит, это старым параметром. Это старым параметром. Если вы пишете там, смотрите, какой фокус. Если вы пишете формулу для одной текущей чеки, даже при условии, что вы будете ее копировать, абсолютный адрес вполне подойдет. Там заложили так у этой функции. Итак, переменяем DWSL. Это условное форматирование. Итак, DWSL к нашему тексту. И снова единичка. DWSL. DWSL. А вот теперь посмотрите на исходные данные. Если я начну менять, и вот на эти вот и чечки, что вам сейчас будет, я меняю город. У меня первая не пересчитывается, потому что мы 9 руками писали. Вторая пересчиталась, третья пересчиталась. Меняю квартал. Вторая уже не пересчитывается, потому что мы там задавали конкретный столбец D, а третья пересчитывается, потому что там меняли и столбец, и строку. То есть вот так мы можем быстренько обращаться к нашей таблице, собирая какое-то конкретное значение. Если что, если здесь непонятно, вот здесь вот внизу, в третьем варианте, в принципе, все описано. Описано, как посчиталось номер строки, номер столбца неправильно, когда мы учитывали только частичку и получили вместо 8 и 9 6 и 8, потому что не учли, что на листе считаем. Вот можете заглянуть, посмотреть. И вот здесь вот правильный вариант прописан. А теперь что интересного еще в адресе? В функции адрес в самом конце есть аргумент под названием лист. Это значит, что эта формула может забрать данные с указанной чеки, но с любого листа. Если бы мы ей прописали еще, что нам нужен там первый квартал из этих вот трех, он бы зашел в мою ячейку какой-то H9 на вот этой, на этом листочке. Сейчас мы этот вариант попробуем посмотреть. Итак, откройте, пожалуйста, следующий листик. Лист итоговый. Посмотрите, пожалуйста, дальше на 4 квартальных, даже они у меня в перемешку, но это не важно. Итак, второй квартал что содержит? Третий, четвертый, первый. Таблицы, которые совершенно идентичны, но по своей структуре, но с разными данными. То есть что было у нас по нашим филиалам, по конкретному товару в каждом, да, квартале. Задача. Задача вытащить всю таблицу с конкретного листа, если у нас задан на нашем итоговом листе номер квартала. Просто 1, 2, 3 или 4. То есть единичку берет, вот здесь вот выбираем, он нам должен подцепить данные с первого квартала. Выбираем двоечку, он нам должен пересчитать данные со второго квартала. Выбираем троечку, он должен подтянуть таблицу с третьего квартала. Круто? А выпадающий через проверку данных? А выпадающий через проверку данных, да. Значит, первое, чем мы столкнемся с вами с необычным, это то, что имя листа берет единичку из нашей ячейки B1 и дописывает к этой единичке нижнее подчеркивание КВ. Объясню, почему я поставила нижнее подчеркивание, я не просто написала один пробел КВ. Потому что если вот я, допустим, возьму сейчас ячейку вот с этого листа, любую, посмотрите, как имя листа прописывается. Сейчас покрупнее сделаю. В апострофах. Видно? То есть любой пробел, поставленный в имени листа, это апостроф. И это нужно будет учесть там, где мы будем писать адреса ячеек. А если мы поставили нижнее подчеркивание, то проблем не будет, апострофы не нужны будут. Ну, то есть это просто дополнительные символы, которые мы в формулу должны будем ввести вручную. Вот и все. Их просто не хочется. Итак, значит, предварительная как бы подготовочка. Имя листа какое у нас будет? Вот к этой ячейке мы должны приклеить текст нижнее подчеркивание КВ. Вот здесь, в принципе, все прописано, да, но давайте мы уже с вами так. А что это мы прописали? Ну, ладно. Да я не знаю, что это я тут ночью сидела, как-то делала. Я сама сейчас в шоке. Почему я там писала через если? Да, 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 давайте попробуем. Это в том и фишка-то такая, что у вас не всегда ваши данные в ваших таблицах будут совпадать с тем, что требуется. И вам нужно уметь это все перерабатывать. То есть поставили вам номер квартала, первый, второй, третий, четверт. Что делать? Если там один пробел КВ или один нижний подчеркивание КВ, вам придется что? Идти на лист самостоятельно и искать эти значения. Так, ну давайте попробуем. Равно нам нужно с вами вот к этой ячейке приклеить текст нижнее подчеркивание КВ. Нижнее подчеркивание КВ. Это будет имя листика. Проверяем. Второй, третий, работает. Я думаю, что я перестаралась просто. Ага, нет, это какая-то у меня идея фикс была, функцию ЕСУ сюда прилепить. Так, ага. Дальше. Строка, где находятся данные. За строчку нашей таблицы отвечает название филиала. Согласны? Так, B, 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 B11. Вот это вот. То есть мы ищем с вами поиск позиции. Чувствую, у меня фокус не удался. Значит, поиск позиции. Название филиала. Филиала. Сразу давайте думать над тем, что мы эту формулу будем копировать. Значит, копируем вниз. Столбик один для всех, строчки разные. Фиксируем по столбцу. Да, доллар B. Хорошо. Теперь, где мы будем искать? И вот здесь нам придется выходить на каждый квартал и искать все время в столбике А. То есть искать мы будем в столбце А на каждом квартале. И вот здесь, смотрите, что интересно. Мы должны прописать текстовочку. Имя листа. А потому что на вот этих вот... А, в столбце Б. Да, спасибо. В Б, конечно. На каждом листочке это столбик Б. Итого, значит, еще раз, да, строка у нас с вами будет искать поиск позиции, название филиала, фиксировано под столбику, где через функцию dv.sill мы в нормальный адрес превратим имя листа, ячейка D3. Фиксация полностью, чтобы при копировании ничего не съехало. И приклеиваем сюда через амперсант текстовочку. Восклицательный знак B, двоеточие B. Что такое B, двоеточие B, восклицательный знак? Вот давайте вот сюда еще раз внимание обратим. После имени листа у нас стоит обязательно восклицательный знак и адрес ячейки, и в данном случае адрес столбца. Восклицательный знак B, двоеточие B. Вот эта фраза пропишет нам с вами третий квартал, восклицательный знак, столбик B. А функция dv.sill превратит эту текстовочку в адрес столбец B на листе третий квартал. Очень здорово. И у нас с вами остается точный поиск, то есть после dv.sill.0. Вот запятой нолик. Вот такая вот штучка. Получилось? Нет, все? Повисли? Это имя листа? Потом, например, в материнском у нас идет создательный знак, и в нашем случае в нашем случае это создательный знак, в это зависит от. Молодец, это обязательно. Вечер уже. Кстати, вот что-то похожее мы решаем на третьем уровне нашего целя. Вот там эти функции, ну, на задачках попроще, конечно, разбираются, но есть. Что еще хотели спросить? Значит, смотрите, она нам говорит, что филиал первый на листе третьего квартала находится во второй строке. Можете посмотреть. Третий квартал, филиал первый, вторая строчка. Вот здесь, конечно, можно было просто сказать второй, третий, четвертый, но если у нас вот эти вот названия будут меняться, то есть я филиал один перенесу, допустим, да, отсортирую, например, вот в обратную сторону. И теперь у меня филиал в девятой строчке, первой. И в моей ячейке он говорит, а теперь у вас девятая строка. То есть не обязательно соблюдать порядок. Просто связывайтесь, привязывайтесь к имени. Номер столбца мы точно так же считаем. Мы считаем, но только по названию товара. Итак, ниже. Поиск позиций. Название товара я беру из ячейки C10. Все товары у нас в строке десятой, поэтому фиксируем по строке, как C$10. Теперь нужно найти массив, где будем искать. На разных листах товары прописаны всегда в первой строчке. Поэтому, если предыдущую задачку взять, мы там делали что? Показывали лист и говорили, иди всегда в столбец B. А здесь мы говорим, вот тебе лист, но иди всегда в первую строчку. То есть у нас будет к имени листа приклеиваться на специальный знак и адрес 1.1 вместо B2B. Вот. Поэтому снова включаем нашу DBSL. имя листа. Ячейка D3. Фиксированная, наверное. Но там с фиксацией потом посмотрим. Дальше. Амперсант в кавычках восклицательный знак 1.1. Первая строчка на листе третий квартал. После этого точка с запятой нолик для поиска позиции точность. Точностью ноль. То есть смотрите, мы с вами определили номер листа. Это третий квартал. Номер строки и номер столбца. Теперь можем применить функцию адрес. Снижим. Да, конечно. Конечно. Пойдет? Не может иметь возможность у bracareта? Только один случай. Адрес? Ее чуть ли нам придумаем. Спасибо. 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 Посмотрим. Ну что, давайте адрес напишем внизу. Итак, равно адрес. Читаем. Татьяна, фиксированы клавиши F4, фиксация меняет. Номер строки мы посчитали, это у нас вот это, так, номер строки, это двоечка. Номер столбца, троечка наша. Пока просто по ячейкам щелкаем. Тип ссылки нам подойдет любой, поэтому раз любой ставлю единицу. Стиль у нас конкретный, А1, поэтому снова единичку. И имя листа мы посчитали в ячейке D3. То есть вот по кусочкам разбили, сформировали адрес, получили. Вот смотрите, апострофы сами подключились, когда нужно. Теперь давайте попробуем применить к этому адресу снова ДВСЛ. Да, сейчас покажу. Строчка, да? Вот это надо? Паскалициальный знак 1, 2, 1. Да, да, да. Ну а теперь смотрите, вот эти все вот кусочки мы будем в таблицу вставлять. Сначала беру вот этот. ДВСЛ с ячейкой. Значит, копируете через строку формул. Выделили, скопировали. Эскейп нажали. Встали в ячейку C11. Эскейп. Вышли оттуда. Текстовку выделили, скопировали, нажали Эскейп. Эскейп. Верхняя левая кнопочка. ЕСЦ. Там. Вот. Теперь встаете в ячейку C11 и вставляете туда. Смотрите на нашу полученную формулу. Там у нас ссылка на ячейку D6. У меня D6. А может быть у вас другой квартал или там. Да, все. Без проблем. Итак, значит, смотрите. В D6. У меня D6. У вас может быть там она своя. Вот там, где написано, там, третий квартал, восклицательный знак и так далее. Вот эту формулку оттуда. Без равно. Копируете. Эскейп. И вместо D6 вот сюда вставляете. Вот там, где у нас написано третий квартал, вот этот вот. Из нее. Вместо D6 вот этот адрес. Так. Напишите, пожалуйста, у кого-нибудь еще звук пропал? Нет, D6. Нет, нет, нет. Угу. Так. Спасибо. Так. Все, спасибо. Спасибо большое. Значит, ага, Анна. А, все, отлично. Итак, тихонечко из каждой ячейки забираем то, что там написано. Ну, то есть, смотрим, ячейка D4. Идем в нее. Выбираем все, что там находится. Копируем. Escape. И вместо адреса D4 вот сюда вот аккуратненько вставляем. То есть, это такая сборка из частичек. Смотрим дальше. Значит, теперь в моей формуле. Смотрите. B11 – это конкретная ячейка. D3 – это ячейка с формулой, поэтому иду в нее. Оттуда тоже забираю. Из D3. Да, которая якобы зафиксирована. Вот только, смотрите, фиксацию нужно будет по B1 сделать, чтобы она у нас не съехала. Вот когда вы ставите из этой вот ячейки, у вас там будет B1, амперсант и квартал. Вот эту B1 нужно зафиксировать, чтобы она при копировании не съехала. Да, да. Сейчас, секунду, я доделаю, попробую. И потом самое. Значит, потом ячейка D5 – это вот эта вот ячейка. Тоже оттуда все забираем. Вместо D5 вставляем. Некоторые формулы предполагают, что вы долго-долго будете сидеть и трудиться. Так, D3 опять же. Это у нас ячейка с формулой. Вставляем, фиксируем B1. Ну и еще раз D3 вставляем и B1 фиксируем. И дальше нужно будет раскопировать эту обновленную формулу. А теперь фокус. Надо очистить все, чтобы B2 до D7. Смотрите, если все правильно написано. Да, без проблем. Все это. Да, вот оно. А там тоже тогда ударить. Да, пожалуйста. А кого еще фокус удался? Так, сейчас я эту покрупнее сделаю формулку. Вот она. Значит, смотрите, что делать? Вы встаете в ячейку с вашей конечной формулой. Смотрите, что там написано. Если там есть адрес ячейки, внутри которой написана другая формула. D6, например. Вы в эту ячейку идете, оттуда формулку забираете, и вместо адреса D6 вставляете. Потом заново начинаете читать. Если встретили еще одну ячейку с другой формулой, промежуточной, идете в нее, опять же забираете, оттуда, как вы же представляете. Так просто по такому нужно всю эту формулку прочитать. Писать ее изначально, все, вот такая, какая она есть, это, ну, на первый взгляд, нереально трудно. Да, 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 да. Значит, посмотрите. Вот здесь у нас вот это значение. Вот эта часть, она у нас прикопирована, она должна остаться с ее настройки. И здесь вот уже D3 вы здесь вот вставляете тоже дальше. D3, да, 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 да. Д3, да, 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 да. Это все то же самое, да, 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 да. А вот здесь вот, смотрите, она здесь вот такая. А, или вы ее уже сходите? Нет, она здесь как и была. Она, да. Я просто, смотрите, я ее вам в начальном файле показала, вот этот вот, вот этот результат. Для тех, кто вдруг не успеет вместе со мной это все прорешать, чтобы у вас решение было. Вот. А ссылалась я только вот на эти чеки. То есть в начальной формуле, которая здесь была, они делали ссылочки вот на эти чечки, где формулы были прописаны. А сейчас мы то же самое сделали вручную сами. А формулы последние, которые мы не делали, не очень. Да, последние, пожалуйста, начали. Давайте еще раз. Значит, смотрите. Сначала. ДВСЛ, вот это ДВСЛ, она то, что получится функцией адрес, превратила в адрес и чеки и забрала данные из этой чеки. Теперь функция адрес, она из чего состоит? Она состоит из номера строки. Номер строки у нас определила вот эта функция поиск позиции. По каким параметрам? По названию филиала. Среди всех филиалов, это столбик Б, на разных листах, который определяет Б1, номер квартала. Далее. Вот эта функция поиск позиции, вот эта функция, она нам определила номер столбца по названию товара в строке заголовков на каждом листе, в первой строчке. Далее. Единичка – это тип ссылки, тип фиксации. Доллар, цветом доллар четыре у нас получилась какая-то. Вторая единичка – это тип стиль ссылки А1, когда столбец буквами, а не числами. И последний у нас с вами аргумент остался, так, какой-то интересный цвет, название листа, да. То есть вот здесь у нас еще раз название листа идет. Зато вы сейчас будете что делать? Просто сидите вот здесь и говорите, а мне нужен первый квартал, а затем второй, а вот теперь третий. Не будете бегать по всем листочкам. Будете все вот с помощью этого списочка выбирать, собирать. Вот, с четвертой, с четвертой, если нужно, чтобы он попал, нам нужно посмотреть, как этот список создан. Вот, с листа справочник, он у меня скрыт, и чеки третий, четвертый, пятый, да. Да, сейчас покажу. Сейчас я открою листик со справочником. А там, вот они у меня, названия были. Первый, второй, третий, четвертый, а нет, вот эти вот, А1, 2, 3, 4. До четвертки я просто не дотянулась, по ходу дела. Итак, значит, что сделали здесь? Ячейки, данные, проверка данных, тип, список. И на справочнике нужно просто потянуть еще четвертый квартал. То есть перевыделить диапазон, окей, и теперь у меня еще четвертый появился. На вкладке данные. Вкладка данные, проверка данных. Вот она. Тип у нас список. Источник был с листа справочник А3, А5, а нам нужен шестерочку. То есть А3, А6. Проверка данных, тип, список. А источник нашли? Да. Он работает только внутри одного файла, да? Да, конечно, да. Что имена, ячеек, справочники для выпадающих списков, это внутри одного файла работает. Если из другого, то нет. Да, да, через какие-то формы нужно делать. Хорошо вы сказали. Это после Макрос. И фонд, наверное. Так что писали, я выбрала сверху, да? Почему она стала? Опа! Я, короче, детский садовый дом. Да. Я подправил все искусство. Я подправил все, что я не знаю. Держи. Поплотненько. Поплотненько. Какая? Продолжение следует... 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 На этом мы с вами по времени заканчиваем. Очень приятно было со всеми с вами поработать. Ну и помните, что у нас есть еще продолжение должно быть. Это по формулам категории ссылки массив прошли, информация с другими функциями и с формулами массивов. То есть можно тоже будет подключиться. Продолжение следует...